всем здравствуйте как обычно традиционно среда и мы начинаем технико-экономический вебинар сергей анатольевич сегодня возможно подключиться возможно нет просил передать как бы решается тоже очень многие вопросы сейчас в москве и в ходе подготовки к выставке и мы всех вообще и не то что просим а наверное агитируем я бы сказал приезжайте обязательно на эту выставку потому что там будут присутствовать лица первые государства и очень серьезная выставка именно как бы в российском пространстве для skyway также я хотел бы сказать что в московской конференции 9 10 декабря пройдет и это очень так скажем удобно потому что 6 7 8 будет сама выставка то есть обязательно связывайтесь с своими лидерами и организуйте поездки действительно так и бы для российского нашего сообщества супер возможность потому что сейчас предположительно друзья на этой выставке будет понтоле дуарда чьи соответственно вы понимаете ценность того мероприятия где антоли дуарда ч присутствует лично то есть это действительно ценности очень и очень большая почему потому что наш стенд как уже и все я думаю увидели в чатах 9 10 декабря будет конечно декабря декабря будет соответственно проведена конференция 6 7 8 будет проходить выставка то есть она будет проходить абсолютно в том же здании что и проходила ранее и единственное как бы существенное такое отличие по нашему месту это то что мы буквально на входе будем находиться и сейчас ведутся переговоры для того чтобы трехсекционный юникар там находился именно как переговорные именно как образец того что сейчас продемонстрирована уже технологии skyway и друзья это невозможно будет не оценить потому что готовится сейчас к этому событию приезда делегации многих губернаторов с многих регионов россии и вы все прекрасно понимаете насколько да друзья будет это также в манеже и точный адрес естественно это в официальных новостях чуть позже будет объявлено можете посмотреть транспорт в россии прошлое выставка там есть и фото в фото репортаж когда с министром транспорта сергей антольевич общался и тогда было первичное такое вот общение именно были сообщения по поводу того что было сделано и тогда был как раз уже продемонстрирован юнибайк и мы демонстрировали видео на тот момент действительно показывающее развитие проекта и губернатор морозов также было не то что удивлен но обрадован и он нисколько не сомневался что действительно до этого проект skyway дойдет и на этой выставке естественно и наши союзники и оппоненты посетят стенд который невозможно будет пропустить ну и соответственно я могу сказать друзья что на этой выставке будет также и подписаны ряд соглашений то есть это уже конкретно по развитию по российской федерации если будет достигнуты конкретные договоренности потому что по договоренностям сейчас головная компания и проект skyway так скажем никого абсолютно не заставляет ну что меня удивил и на самом деле не удивило так нужно делать тот пример общение именно с потенциальными крупными инвесторами но которые хотели эксклюзива то есть наша активистка по направлению именно в работе skyway инвесгрупп мило привезла в очень серьезных потенциальных инвесторов но они требовали полный эксклюзив на владение интеллектуальной собственностью на территории их стран был получен отказ несмотря на то что были готовы инвестировать и сумму но требуя эксклюзив на интеллектуальную собственность друзья это естественно сразу будет закончен разговор и времена когда давался эксклюзив на самом деле эксклюзив у нас получил в развитии на территории австралии только род хука и это действительно первопроходец и когда-то вот уже можно сказать долгие месяцы назад и действительно род хук проложил дорожку и путь через первый пилотный проект в одном университетов аделаида штат аделаида и сейчас мадина туль уже взяла именно такую тостафетную палочку skyway и начала развивать очень стремительно и бурно с организацией самой первой конференции в индонезии в джакарте я на ней присутствовал я видел эти переговоры поэтому могу сказать друзья потому что это действительно как бы произошло полу спонтанно и сначала одна команда работала потом в эта команда действительно также обладала неким таким вот желанием получить эксклюзив какие-то особые правила играть по проектам в индонезии и что-то может быть не договаривать естественно такие команды сразу теряет именно линию первенства и мадина туль доказала что несмотря на то что раньше она работала с определенными командами целиком показала что достойно и желает развиваться с проектом skyway поэтому сейчас skyway technologies индонезия это именно в зоне ответственности мадина туль и это действительно казалось бы хрупкая девушка женщина индонезийская которая пробивает в буквальном смысле дорогу сквозь чиновничьи аппараты и кто наблюдает за инстаграм-стори вектора бабурина мог видеть в одной истории что буквально с министром транспорта индонезии была skype-конференция то есть уже все на таком уровне что даже skype-конференции министр транспорта индонезии участвует с представителями головной компании для того чтобы экономить и свое время и специалистов головной компании работа проделывается неимоверная друзья и первые результаты естественно мы уже видим это опубликовано и объявлено в новостях и эти результаты мы мельком охватывали но не зная конкретики именно довольствовались тем что было то есть вы помните вот эту вот фотографию на одном из вебинаров мы показывали то есть это проект золотой деревни более двух тысяч город городов которые станут золотыми такими городками небольшие городки также в основном на территории индонезии станут реальными и туристическими меками и центрами производства и центрами создания новых отраслей именно вот по специализации этих регионов потому что индонезия это действительно страна островов и на сегодняшний день ввиду географического расположения наверное потенциал индонезии на мой взгляд использован процентов на 30 а то и на 25 потому что огромное значение имеет именно связка этих островов транспортом именно второго уровня и на территории индонезии почему министр транспорта индонезии лично общается с представителями головной компании вплоть до того что по скайпу потому что эту проблему необходимо решить и тогда соответственно действительно скачок произойдет в экономическом развитии индонезии и эти острова станут фактически уже в транспортном отношении таким вот единым государством сотрутся все границы и преграды именно водные преграды которые мы сейчас наблюдаем огромное значение и такую сложность имеют передача всех ресурсов также продовольствие бытовых различных ресурсов и показания вообще бытовых услуг именно на территории индонезии ввиду сезонности обильности дождей мусонов и различных погодных условий абсолютно свойственных для азиатской стороны это также масштабироваться друзья будет и на малайзию и на бруней и Мадина Туль заверила что она там также имеет огромные связи и самое замечательное друзья вот в чем действительно сходятся звезды в проекты Skyway то что действительно люди приходят с огромным опытом с огромными связями которые в том бизнесе которым они не занимались ранее не использовались действительно в полной мере друзья и Skyway действительно как магнит сейчас притягивает и отбрасывает тех кто действительно как бы не чист может быть на руку в своих намерениях хочет оттянуть на себя одеяло и возможно как бы сыграть свою какую-то игру не получится потому что действительно фильтр Skyway он имеется и возглавляют Skyway с названием той страны где реализуются адресные проекты именно те люди которые проверены временем и не то что временем но самое главное делом друзья и вот этот проект он не первый утвержденный то есть было подписано соглашение с одним из университетов в городе прекрасном не знаю честно говоря как ударение ставится депок или депок поставьте кто знает точное название этого города по ударению в чате будем все знать там будет уже точно реализован проект по связке зданий на территории университета это зеленая территория поэтому и в которая включает кстати себя где-то треть части городского парка этого города и основным требованием было то что не использовать какой вид какой-либо вид транспорта который использует полезные ископаемые то есть углеводороды и так далее именно топлива на полезных ископаемых и эту задачу skyway абсолютно решает потому что транспорт второго уровня изобретенные инженером юницким может перемещаться на любом типе движителя то есть это зависит от пожеланий заказчика но естественно в будущем это все будет уходить именно зеленые виды энергии и исключать вообще использование с дизельным топливом с бензиновыми двигателями и так далее и сейчас я могу сказать в чем действительно как бы ценность этого проекта заключается что с территории этого города и вообще тысячи студентов будут участвовать то есть фактически это такой skyway акселератор друзья это то что делал допустим именно ради пиара ради такого пшума технологий которая сейчас не существует я говорю про гиперлуп именно не реализованы в реальных промышленных образцах прототипах работающих действующих уже ездящих по путевой структуре этого у них нет у нас же при существовании реально уже действующих образцах и прототипов соответственно организуются такие акселераторы и более двух тысяч студентов будут принимать участие в дизайне станций соответственно многие я думаю специалисты будут отобраны будущие которые будут проектировать эти станции и возможно будут созданы совершенно другие дизайны до которого сейчас не дошло именно совместное решение специалистов кб зао струнные технологии потому что все таки специфика региона друзья это специфика региона во многом люди которые работают непосредственно на территории тех стран где будут реализовываться адресные проекты они знают эту специфику и максимально корректно правильно и стратегически маркетингово верно это все воплотят действительно в жизнь мы получаем много и мне пишут очень много таких вот как бы мыслей по поводу того что вот обещали реализовывать десятки адресных проектов как вот Анна Новикова пишет друзья они будут реализовываться но как вы можете перепрыгнуть через подготовку предпроектной документации потом на выход на строительную площадку и до именно начала эксплуатации проекта уже выхода на цикл прибыли это инфраструктурный проект и происходит все не за месяца то есть подготовка проекта соответственно это от года до нескольких лет если это крупные проекты могут быть 3-4 года но друзья подготовка уже начата и предпроектная документация действительно уже реализовывается я думаю что как только будет получена предпроектная документация таймер то он продолжает тикать обратный отчет на возможность и именно вот окончательную возможность такое закрытие финансирования в головную компанию авансовые платежи могут поступить и просто буквально через недель несколько недель этот новость может потрясти всех я не говорю что это произойдет сейчас но друзья действительно мы фактически каждую неделю находимся на таком предстарте ожидания такой новости и самое главное то что есть чем заниматься и сейчас огромный пласт огромные платформы готовятся для будущей работы и друзьям что интересно индонезии это не только вот эти два проекта то есть пилотные на 4 и 7 километра и далее соответственно вот то что было показано по золотой деревне по золотой деревне там вообще и вообще вот по многим государственным проектам нюансы особенность заключается в том что именно рассматривают концепции транспорта второго уровня и сравнивали ожидали такие технологии как скайтрен такие технологии как метрина перти которые мы рассматривали на вебинарах я сейчас действительно искренне жалею что не формировали такую библиотеку потому что каждый вебинар мы пытаемся стараемся сделать под сергей с некоторой к демонстрации реальных подвижных составов но сейчас самый такой вот распространенный ответ на обзор конкурентов это то что реально действующих сейчас технологий конкурентных нам нет и это действительно абсолютная правда поэтому на территории Индонезии рассмотрена сейчас целая комплексная стратегия недаром ведутся переговоры на высших уровнях действительно и это не то что десятки это наверное сотни проектов рассматривая даже именно то что касается направления золотой деревни и в Индонезии огромная проблема с трафиком с наркотрафиком он никак не контролируется и естественно технология транспорта второго уровня которая будет максимально безопасная которая возможно даже будет реализовываться на территории Индонезии то есть мы посмотрим и поглядим с учетом технологии распределенного реестра то есть это полная комплексная безопасность децентрализация это полная достоверность данных и так скажем никакого сравнения с существующими возможными технологиями в применении невозможно вообще сравнить так как существующие технологии не обеспечивают такой потенциал и наркотрафик соответственно сейчас курсирует в таком райском действительно нерегулируемом в плане транспортной технологии поле и представьте как действительно это все можно легко реализовывать и какие затраты нужно нести если организовывать силы морской полиции сколько нужно ресурсов затрачивать энергии человека часов работников новые корабли лодки чтобы это все контролировать это все должно уйти друзья именно в такую безопасную сферу на второй уровень и поэтому сейчас действительно на территории Индонезии высшие власти не просто задумываются уже давно задумались и это происходит друзья самое главное действительно в синхронизации с последовательностью развития с тем что мы видим уже в плане реализации технологии то есть сейчас происходит именно продолжение приемочных испытаний то есть фактически день и даже день на выходных происходит эта работа потому что сейчас чуть попозже я расскажу про нашу поездку Сергеем Анатольевичем на этих выходных мы присутствовали на экотехнопарке на переговорах очень важных и интересных которые я думаю увенчаются таким результативным успехом непосредственно уже где-то после десятых числах ноября то есть это может также коррелироваться с возможностью и перехода на новый этап но будем последовательны и сейчас мы может быть предвосхитим но конкретику уже скажем когда это все произойдет так вот происходит действительно сертификация skyway абсолютно последовательная и абсолютно по тем нормам стандартам которые должны быть выполнены и друзья это действительно очень такой серьезный шаг и то что говорит о проекте skyway что если бы что-то было не так в технологии то сейчас уже бы давно зарубили бы уже бы давно начались бы разбирательства и как вы понимаете конкурентов у нас масса и действительно очень много взять того же Виктора Узлова и его команду которые стараются нам мешать но у них это сейчас все меньше и меньше получается потому что мешать не получается без вреда себе закончены уже давненько были и судебные разбирательства и действительно skyway и лично Анатолий Эдуардович выиграли судебные разбирательства и когда вы видите действительно вот такие уже фотографии которые никто не скрывает а ведь буквально несколько месяцев назад полгода назад год назад когда демонстрировал все это и на трансе и других выставках нельзя было показывать элементарно вот эту вот электронную составляющую мозгов сердца легких и так далее юнибусов и юнибайка то что внутри сейчас вы видите такие фотографии и это значит что это уже запатентованно это значит что это уже сертифицировано и соответственно никто уже не скрывает эти фотографии эти составляющие технологии поэтому вы видите потому что это размещено на ресурсах головной компании и действительно приглашать в проект не то что приглашать я не люблю это слово применимо к skyway рассказывать о проекте skyway становится все больше и больше давать эту великолепную информацию для людей чтобы они увидели ту возможность которая сможет обеспечить их старость при выходе технологии в свет именно в развитии в стремительном пространство транснет сети транснет почему мы говорим пространство транснет и сеть транснет потому что это как физическое так и виртуальное воплощение это для новичков я говорю то есть часть адресных проектов которая будет размещаться на блокчейн платформе которую сейчас готовит группа энтузиастов которую входим мы с сергием антолий эдуардович в первую очередь потому что сейчас готовится именно окончательная версия окончательный релиз экономики токена и я могу сказать что некоторые технологии которые используются вообще в среде блокчейн я могу сказать про алгоритм такое как delegated proof of stake то есть это распределенное использование доли а не не proof of work как мы рассказываем касательно майнинга биткоина то есть там майнинга физического как такового именно традиционного заэлектричество не будет в другом виде это будет реализовываться и главным битнесом если говорить терминологии именно вот этого мира главным делегатом главным утвердителем правил будет это будет первый витнес именно представляющий интерес как головной компанией так и себя лично так и своей технологии так и нас всех потому что действительно правила в этой сфере где они закладываются в самом начале потом будут меняться либо не меняться либо меняться при голосовании уже определенными людьми которые имеют размер токенов либо инициировали адресные проекты никто не сможет изменить правила либо инициировать адресный проект без согласия Анатолия Эдуардовича представьте такие вот действительно как бы сейчас правила будут установлены и это все оцифровывается фактически почему я про ДПВС начал говорить потому что я не видел такого проекта который закладывать закладывает именно развитие экономику инфраструктурного проекта дополнительную экономику к этому действительно на этом протоколе то есть мы видели сообщество мы видели модели но они не были привязаны к реальной экономике и действительно то что сейчас происходит это уже что касаемо подготовки к выходу в свет крипто платформы и рабочее название токена Skyway Coin это действительно уже мы приходим к тому что некоторые инновации также присутствуют и так вот как бы шаг за шагом мы к этому приходим без проекта Skyway это было бы невозможно абсолютно к этому прийти и вообще я могу сказать что сейчас мы закладываем именно вот как такие вот специалисты формирующие некотором виде именно предположительно образ будущего как предложение в первую очередь генеральному конструктору мы с Сергеем Анатольевичем закладываем то что шестой технологический уклад будет иметь ядро одной из основных составляющих не только транспорт второго уровня и технологию Skyway это абсолютно безусловно и без этого шестой технологический уклад не сможет окончательно сформироваться но и скорее всего технология Skyway будет в четкой и в постоянной синхронизации в начале некоторых адресных проектов а далее уже многих адресных проектов и только время и технологический прогресс рассудит как это будет уже в синергии с технологией распределенного реестра децентрализованной технологии блокчейн потому что это должна быть абсолютная безопасность и действительно транспорт второго уровня технология Skyway абсолютно этому удовлетворяет представьте что сейчас действительно как бы не существует такого транспорта который бы полностью определял детерминированность движения то есть что можно было перемещаться строго упорядочно я не говорю уже про такие транспорты именно как монорельс и так далее там тоже упорядоченное движение но друзья та стоимость и те действительно трудности внедрения и та сложность окупаемости и возврата инвестиций проекта они заставляют отказываться от такого проекта и рассматривали на территории Индонезии подобные проекты но от них отказались и действительно в совокупности с технологией блокчейн абсолютно будет детерминировано движение и никто не сможет взломать сеть Transnet и как-то заставить подвижные составы допустим столкнуться никакие хакерские атаки то есть в этом также заключается суть ну и много на самом деле таких сути мы остановимся я думаю на следующем вебинаре более подробно на этом разделе потому что на этом вебинаре у нас есть что рассказать вам поведать по текущим событиям которые вы не услышите сейчас в новостях но о которых я просто не имею права не сказать и мы буквально в пятницу отправились с Дмитрием Владимировичем Терехиным Сергеем и я также прилетел с Москвы на переговоры с нашими европейскими инвесторами которые готовят сейчас к поступлению очень такие внушительные серьезные суммы и это та работа которая проделывалась эти суммы сейчас находятся уже в территории в обзоре так скажем и в понимании насколько быстро они смогут быть переданы именно на финансирование головной компании именно на создание экотехнопарка на конструирование строительства объектов и составляющих экотехнопарка и мы ждали этого момента очень долго и сейчас я не могу сказать на сто процентов что и не люблю этого говорить вообще пока этот факт и момент не произошел но близится этот момент и всем будет сообщено потому что скорее всего это будет ознаменовано именно возможностью перехода на новый этап и также я могу сказать видя вот все это определенная группа людей людей точнее даже группа людей планировала приехать и это также так скажем пинок возможно каждому будет вспомнить а кто из серьезных людей кто сомневался кто потенциально может инвестировать относительно большие в рамках сети я могу сказать это от 100 тысяч долларов 200-300 тысяч долларов то есть приехал очень серьезный российский бизнесмен естественно мы не будем упоминать в понедельник это был визит и суть была что он был гонцом так скажем от 5-7 людей которые каждый готов проинвестировать если все хорошо если убедительность действительно технология абсолютно удовлетворяет ожиданиям тот сотни до нескольких сотен тысяч долларов насколько восхищение действительно передал Виктор Бабурин полное удовлетворение друзья я не понимаю как можно не удовлетвориться когда уже юнибайк перемещается достаточно давно по легкой путевой структуре когда юнибус мы увидели испытание ну относительно так скажем недавно но это далекий действительно уже промежуток времени и когда уже юнибус у нас проехал по гибкому рельсу друзья представьте многотонная машина проехала по гибкому рельсу и сейчас основной такой вопрос который именно с точки зрения технологии мы Сергеем Анатольевичем задавали Анатолию Эдуардовичу юницкому Анатолий Эдуардович трехсекционный сможет проехать и готовятся готовятся сейчас испытания думаю весь мир содрогнется от удивления и понимания чего он не замечал когда действительно уже вот по гибкому рельсу проедется трехсекционный юникар то есть это действительно чудо технологическое друзья но на самом деле это не чудо это абсолютные расчеты сопромат теоретическая механика все что что должно быть исследовано и использование во всех КБ именно под руководством действительно того человека который может выстроить все эти процессы именно потому что генеральный конструктор у нас является тем кем он является кто об этом говорит уже 40 лет все процессы сейчас не без эмоциональных так скажем высказывание в сторону именно некоторых работников департаментов и друзья очень жестко выстраивается и политика и политика именно принятия на работу ухода с работы за ним невыполнение каких-то заданий и что касается я уж не говорю про сертификацию про подготовку сертификации и мы заметили что даже на выходных действительно испытывается и производится приемочные испытания хотели попросили прокатиться на юнибайке так скажем чтобы наши европейские коллеги прокатились и сказали что нет нельзя потому что это сейчас невозможно сделать сейчас проводятся испытания то есть как говорится первым делом именно испытания но покатушки на юнибайке это уже так скажем следующий визит потому что сейчас действительно все ожидают уже окончания сертификации я абсолютно не сомневаюсь что мы блестяще подойдем к результатам сертификации и уже перейдем непосредственно к сертификации на азиатском пространстве она уже готовится друзья и в этом проработка наших индонезийских коллег и индийских коллег и допустим сегодня на территории векотехнопарка в зао струнной технологии присутствовала сразу украинская делегация и посол Индии завтра будут высшие представители я уж не знаю куда выше в арабском мире то есть это что касается именно тех переговоров которые были проведены и арабы были очень сильно удивлены они были крайне расстроены что не приняли идею ранее Анатолий Эдуардович точнее именно вот те лица с которыми сейчас проводились переговоры они не знали об этом то есть настолько как бы клановость и настолько нужно знать нужные контакты и Skyway действительно вышли на необходимые контакты выше уже только звезды наверное в арабском мире и они сказали что да вот тот монорельс который был построен это действительно как бы абсолютно технологически неудовлетворимое применение по сравнению с вашим транспортом ну и если говорить про стоимость то там вообще наверное в десятки в 10-15 раз можно было выиграть в стоимости и если уж говорить про искусственные вот эти вот острова где дорогие виллы то можно было вообще выстроить такую полуконцепцию линейного города это сейчас все обсуждается друзья и я думаю что арабский мир сможет себе позволить такие вот серьезные крупномасштабные проекты уже естественно будет какой-то пилотный проект но они все будут двигаться параллельно потому что это мы видим на территории Индонезии по тем проектам которые сейчас реализуются то есть не просто проект на территории университета согласован и принят к исполнению к подготовке предпроектных предпроектной документации далее всех необходимых работ параллельно развивается действительно процесс потому что нет времени ждать и Азия осознает что экологическая ситуация угрожает и что многие говорят что именно изменение климата могут коснуться в первую очередь Южную Азию и соответственно нужно действительно транспортную коммуникацию выстраивать как можно быстрее и друзья я могу сказать что действительно вот завтра будут такие очень серьезные переговоры нам также говорили что возможно стоит и представить и крипто направление но друзья я могу сказать что таким переговорам нужно абсолютно готовиться и буквально несколько недель назад возможно по расширению по экономике токена мы пришли к тому что заинтересует абсолютно и точно именно высших представителей потому что там выстраивается именно действительно на основе технологии SkyWay с подтверждением и со слова Анатолия Эдуардовича Юницкого как гаранты неизменности правил не только и технология распределенного реестра не только цифровая экономика оцифровывания токенизация проектов для многих вот эти возможно слова покажутся странными и какими-то такими необычными но сейчас я могу сказать это уже и социальная направленность это уже и финансовая направленность потому что тот токен который будет обозначен назван сейчас рабочее название SkyWay Coin это будет единоучетным именно механизмом как в плане транзакции так и в плане экономики сейчас мы прорабатываем тот механизм чтобы с помощью некоторых изменений экономики токена отвязываться от волатильности непосредственно на территории тех или иных государств когда мы реализовываем адресный проект естественно это все создается для финансирования дополнительного на сегодняшний день непосредственно инженерных разработок на территории экотехнопарка и одна из таких инженерных разработок которая уже была принята Анатоли Эдуардовичем и мы вам об этом говорили что она была принята еще в двухтысячных годах это именно вот наш Unibot и это первый транспортный андроид это то что было показано на территории Российской Федерации сквозь года так скажем что ранее было продемонстрировано непосредственно уже как модель один к десяти и вы видите вот здесь вот справа Дмитрий Владимирович с длинными волосами у нас на фотографии также стоит возле дедушки как и SkyWay так и вообще сети Transnet так и сети так и пространство Transnet которое в оцифрованном виде будет формироваться тогда он уже оказался таким визионером но никто на тот момент не увидел действительно то что сейчас будет реализовано я не побоюсь этого слова друзья реализовав это направление и применяя его в каждом адресном проекте мы уже войдем не то что в конкуренцию но именно в такую соревновательную игру с такими гигантами как Amazon как Alibaba и это именно сервисное обслуживание то что мы вам говорили что каждому дому через уже существующую структуру инфраструктуру на существующих опорах когда уже реализован адресный проект будет закладываться сервисное направление и это соответственно фактически наверное весь спектр услуг начиная от таких вот элементарных как химчистка прачка и так далее заканчивая современным маркетплейсом и оптово розничными сетями исключением необходимости складирования но самое главное конечный потребитель пользователь будет знать что этот товар это продовольственное допустим какое-то продовольствие яблоко к примеру будет доставлено конкретно к нему по его заказу если он вдруг любит такие вот немножко химически наполненные яблочки более красные более вкусные на вкус но именно более дешевые он будет знать что он заказал именно этот продукт и он к нему приедет через сервисную линию самое интересное друзья и естественно мы об этом не можем говорить но Анатолий Эдуардович уже знает как это реализовать абсолютно без удорожания проекта абсолютно без удорожания а какая капитализация дополнительная будет об этом действительно остается только догадываться но мы сейчас уже входим в такую гонку не только с транспортной инфраструктурной составляющей но и с рынком бытовых товарных услуг и с фактически со всем маркетом со всем рынком который сейчас существует на территории различных государств то есть что мы формируем это единая транспортная энергетическая коммуникационная информационная социальная и даже финансовая сеть на технологии распределенного реестра в некотором плане либо полностью и также абсолютно связанная и впитывающая все преимущества транснета это сервисная линия друзья я боюсь предположить какая будет капитализация у тех проектов на территории Индонезии которые сейчас закладываются в проектах золотой деревни что вот эти все ресурсы и фактически экономика каждого золотого города будет максимально взращиваться стремительными темпами потому что будет построена сервис на это направление из острова на остров буквально в автоматизированных подвижных ящиках это наши именно так же боты но это умные боты будут перемещать товары грузы и оказывать те услуги которые нужны либо Индонезам на территории Индонезии либо индусам либо австралийцам в зависимости от необходимости их применения не будет переизбытка производства по сути потому что будет известно какой запрос рынка и какой спрос соответственно уже с производства поэтому перепроизводства не будет недопроизводства не будет каких-то таких стремительных и серьезных затрат на складирование не будет более того можем продекларировать что так же как транснет и skyway избавит от фур с территории автобанов и вообще дорог Европы заменив транспортом второго уровня то мы можем сказать что здесь скорее всего складов не будет они уйдут вообще вот логистической составляющей именно в виде складирования уйдет в далекое прошлое и друзья действительно правильно мы об этом задумывались задумывались еще когда мы Сергей Анатольевичем были в skyway инвестгрупп то есть тогда была придумана концепция юнита который используется в качестве именно внутренней меры обмена внутрянка простонародье говорить если внутри кабинета skyway инвестгрупп но сейчас будет создана та платформа которая сгенерирует токен в будущем который сможет стать тем расчетным средством которое я рекомендую всем вам ознакомиться и прочитать описанное в анализе основных аспектов валютно-финансовой системы объединенного экомир ну и саму монографию очень мощное намного опережающее время экомир я также строго настрого рекомендую друзья всем ознакомиться потому что это действительно альманах времени и это то что будет капитализироваться и это то что будут инвестировать на самом деле друзья если задуматься вот то что сейчас происходит в крипто направлении то что сейчас происходит в рынке мировой экономики в деривативах экономики и я могу сказать что примерно округляет так скажем квадриллион составляет весь рынок мировой экономики это 79,5 триллионов долларов и остальное если округлить получится сумма квадриллион то есть это рынок реальных активов и деривативов 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 и так далее то есть того воздушного пузыря который не включен еще и криптом мир и крипторынок это тоже там много есть надутых таких вот альткоинов различных токенов которые никогда не появятся и я сам удивляюсь друзья когда объявляют сотрудничать с серьезными маркетинговыми агенциями потом оказывается что буквально школьники сделали этот токен трейдеры торгуют надеются то есть это действительно тот рынок который сейчас уже не дикий запад мы входить будем в него именно на стадии такой вот начала зарегулированности но абсолютно не сравним с сегодняшним существующим рынком акций и так далее и друзья для того чтобы действительно и ускорить составляющую получения потенциальной прибыли мы это направление делаем но в первую очередь это для увеличения капитализации общей потому что что-то мне подсказывает что как только начнется начнет поступать прибыль от адресных проектов ну к примеру представим что это произошло через два года реализовались адресные проекты начала поступать прибыль давайте вспомним тот факт что amazon.com то есть джефф Безос который кстати тоже говорит о космическом направлении и стал говорить буквально вот в недавние года возможно ознакомился он или во сне к нему пришла идея которая пришла Анатолий Эдуардович еще сорок лет назад но друзья мы не можем не замечать этого направления потому что иначе мы упустим время упустим возможности я вам объясню почему все называется сейчас не теми именами и не теми названиями которые будут называться почему skyway coin мы назвали почему сейчас вот именно мы так абстрактно называем ту крипто платформу которую готовим я могу сказать вот с учетом той работы которая сейчас проделывается возможно погорячились мы со сроками и точно на ноябрьскую конференцию в екатеринбурге как гермес инвест то есть наши активисты тоже там лидер уже является топ экспертом организует очень серьезную встречу на которой будет представлены две крипто компании и инвестиции в эти направления как обосновал именно вот эксперт который организует эти информации мероприятия формат только для реинвестиции в skyway и все непосредственно ожидают что же будет сказано непосредственно насчет крипто направления для skyway и на этом мероприятии не будет произнесено название ни платформы ни логотип хотя это уже все создано ни соответственно название токена это очень звучное это очень легко запомнить это запоминающийся потому что это будет ходить в разряд я не буду сейчас приводить аналогию но тот кто уже знает тот поймет и уже была попытка неоднократная действительно скама мошенничество с тем направлением которое еще даже может быть объявлялось о том что планируется ведутся встречи поиск команды разработчиков сейчас она уже найдена и вплотную ребята работают и я могу сказать заряженные идеи skyway на сто процентов друзья потому что действительно это наверное та же самая ситуация с каким рвением с какой энергией работают инженеры зао струнные технологии потому что они понимают для чего они это делают и друзья я общался лично до экофеста то есть было замечено так как я на тот момент мониторил и bitcoin talk и так далее изучал вот этот рынок как киты так называемые входят чтобы потом с ними договариваться киты это те у которых много биткоинов либо эфиров и соответственно нам хорошо было бы чтобы они также в наше направление инвестировали как с ними договариваться какая природа их инвестирование и так далее наблюдал за форумом наткнулся на первый скам вступил с ними в переговоры и я могу сказать что это наверное переговоры со злоумышленниками происходят обычно потому что мне угрожали на меня грозились попадать в суд что я якобы срываю привлечение крупных инвестиций и все это для проекта Skyway я говорю давайте выйдем с вами поговорим и потом вроде как это все затухло потому что тоже некоторые угрозы и с моей стороны были и предупреждения и непосредственно и головная компания это все подтвердило чтобы не были наши слова голыми вывесил это на главном сайте после фестиваля вы представьте что произошло бы если бы кто-то прямую трансляцию делал того что происходило бы на экофестивале там просто шквал инвестиций этим скамерам мошенникам пошел бы благо это было предотвращено и далее после экофестиваля также какие-то ребята появились тоже упоминали название Sky и тоже как бы это все погасили но друзья как говорится наверное очень удобно и очень выгодно этим ребятам использовать чужое имя использовать чужую технологию и мы предполагаем что эту попытку возможно третью и есть определенные даже сведения подготовила группы команды Виктора Узлова и вот Skyway Coin которые вывели на бирже друзья внимание вывели на бирже то есть на Ebit торгуется Skyway Coin а Skyway Coin был подготовлен специальный скам не буду давать сайт но это вообще просто любительский просто ужасный сайт я бы сказал но в крипто сообществе люди не все финансово грамотны у многих есть такое вот розовое такое желание в розовых очках инвестировать в высокие технологии получить прибыль быструю на токенах которую им обещает на форуме и подкрепляет даже тем что Skyway Coin вышли на биржу друзья это обман это действительно мошенничество не верьте этому и выход на бирже стоит определенных затрат усилий я думаю что при таком сайте при таком при такой недоподготовке абсолютно импотенции фактически в подготовке проекта друзья заплатили очень круглую сумму биржи чтобы она приняла потому что обычно происходит переговоры представляется команда представляется производится аудит проекта проект должен должен быть абсолютно открытым нужно будет показать откуда пришли инвестиции зачем они на что будут расходоваться только тогда биржи выводят соответственно токен уже на торговлю и друзья кто-то действует и мы предполагаем что это команда Виктора Узлова естественно теоретически естественно предположительно но предполагаем друзья и я не исключаю того факта что когда мы опубликуем также возникнет скам уже с тем именем того токена и тогда я думаю что уже дежурство нужно будет вводить и действительно следить на всех форумах почему сейчас мы остаемся в скайп пространстве и для чего мы не входим в телеграм потому что телеграм проще атаковать друзья и скайп пространство это кстати некая децентрализация такая то есть мы в чатах децентрализуемся и круглые сутки там фактически активисты дежурят также нужно будет дежурить во всех информационных пространствах потому что попытается заклеветать друзья попытается оскорбить попытается нарушить попытается действительно сказать что их экономика ничем не подкреплена и будут писать на китайском когда мы подготовили только на английском допустим поэтому мы должны подготовить сразу и на китайском и на английском и тогда вывести продукт как говорится не показывает дураку незаконченную работу поэтому я могу сказать друзья что сегодня будет очередное обсуждение концепта тизера сайта и мы его готовим таким образом чтобы это одновременно было и презентации то есть если что-то мы сами логически не понимаем мы это меняем на корню и напрочь потому что вначале это должен быть абсолютно простой доступный сайт чтобы поняла домохозяйка либо 18-летний парень который криптоэнтузиаст и который хочет развивать это направление и далее уже по углублению более серьезные технические аспекты естественно будет видео и экономики токена но друзья обязательно будут дубляжи и обязательно будет скам за скамом и это нас то что нас не убивает делает нас сильнее почему друзья потому что нам будет что ответить криптосообщество посмотрите на нас готовят уже третий скам но ожидайте реального продукта и когда появится реальный продукт когда вы сможете посредством инвестирования в токены адресные проекты в оцифрованные адресные проекты действительно являться не совладельцами но являться стейкхолдерами стейк это не от слова доля это не от слова часть каких-то активов это именно владение токенами экономики адресного проекта вы можете вложиться и в реальный актив адресного проекта но мы понимаем что это нельзя связывать это нельзя синхронизировать потому что мы понимаем законодательство и именно юридическую основу сегодняшнего криптомира поэтому друзья реальный и цифровой мир и с точки зрения создания компании они будут абсолютно разделены потому что нужно действительно все сделать чтобы все без сучка без задоринки чтобы комар носу не подточил как сегодня не может подточить сертификации это действительно как бы такое ответственное дело друзья мы за него Сергей Анатольевич Дмитрий Владимирович взялись у нас частенько переговоры проходит на повышенных тонах между собой на разработчиков иногда как бы мы также срываемся но друзья это процесс это рабочий процесс чтобы подготовить действительно как бы стоящий продукт который сто процентов будут копировать и что еще хотел вам сказать друзья в завершении своего монолога то есть как полагаю Сергей Анатольевич уже не подключится вечернего вебинара у нас не будет то есть Леонид наш активист кстати вам также например это действительно человек который пробился буквально сквозь общение я извиняюсь если кому-то не отвечаю быстро в скайпе Сергей Анатольевич не отвечает быстро в фейсбук потому что завалены социальные сети вот только в контакте у меня более-менее так я слежу потому что там пытался отвечать вовремя но он тоже сейчас забивается и если вдруг вовремя не не реагируем действительно как бы извиняемся и друзья я могу сказать что то предложение которое сейчас есть на данный момент в skyway вот при текущем этапе и представьте что через неделю через там полторы недели ну будет дан срок как как водится две недели то есть можно будет подготовиться этап сменится но тот кто ожидает запуска платформы друзья ну если бы вот я только входил в проект и если бы я только сейчас сейчас изучал проект я бы без какого-либо раздумия не ожидал запуска платформы покупки потенциальных токенов а именно непосредственно инвестировал здесь и сейчас в технологию skyway потому что этот актив очень ценен когда запустится платформа можем и через два этапа перешагнуть потому что никто не знает друзья чем закончится переговоры например завтра почему арабы действительно высшие представители я не буду называть конкретных должностей но это выше только звезды в арабском мире приезжают на экотехнопарк выделяют время и выделяют не просто время а спрашивали когда будет свободное время Анатолия Эдуардовича потому что буквально вот совсем скоро Анатолий Эдуардович снова едет в незапланированную поездку в одну из стран Азии я намеренно не буду называть какая-то страна Азии потому что всегда сейчас против нас это нас закаляет потому что извините когда мы выйдем на тот рынок который мы сегодня озвучили на весь охват не только транспортно-инфраструктурных услуг но и всей сферы сервисных бытовых услуг рыночных товарных отношений друзья будут будут ставить палки в колеса но фишка в том что у нас второй уровень перемещения транспорта и палки это нужно еще докинуть нужно попытаться это естественно метафора друзья но технологию нашу оберегает и время и действительно эпоха потому что это основа это ядро технологического уклада и когда время технологии пришло друзья ничто и никто не сможет ее остановить и все это увидят и я абсолютно уверен что Россия матушка скоро к этому также подключится и начнутся подписываться адресные проекты тем более что мы готовим механизм того что с помощью и крипто платформы можно так же будет частично готовить механизм финансирования повторюсь сейчас прорабатывается для отвязки волатильности именно токена этого адресного проекта на основе базового актива это ноу-хау это то что сейчас имеет это протокол но она знаете где-то болтается валяется никто этого не использовал и почему этого никто не использовал потому что такой технологии как skyway именно применимо для оцифровки проектов для создания новой экономики токена никто не применял потому что эта технология только сейчас рождается и важно и примечательно то что генезис начало зарождения будет как цифрового мира так и реального мира это будет удивительная синергия которая позволит нам обогнать всех и навсегда благодарю друзья до скорых встреч спасибо за внимание вечернего вебинара не будет и не будет и впредь будет боевой листок информационный именно тезисный листок который леонид готовил я кстати не дорассказал и всем могу сказать друзья используйте ваши возможности ваши умения пробивайтесь и обязательно будете услышаны ну леонид не даст соврать сколько он писал и действительно вот когда не то что необходимость когда просто совпали и потребности и он снова написал взяли взяли в команду и так так может абсолютно быть с каждым потому что друзья команда это мы все вы маст юнайт строй с командой и а в и и и они